привет привет всем привет они тут все не будем нет никогда спешим следующий раз всем привет сегодня у нас супер мега плов мама наша его приготовила находится рядышком с нами здесь вот за кадром но у нее нет такого вкусного плова не только мясо из этого вкусного плода она кушать мясо с гречкой поскольку она сейчас борется с повышенным слишком слишком сладко и у нас мама да поэтому плов мы кушаем без нее я пригласил двух молодых людей михаила и олега сейчас мы чуть у них спросить законные представители как это есть такое такое наш это пресс-алкаше это когда ты год уже не в меньку а это более трезвая подруга это пресс-алкаше не алкаше но аташе молодые люди пробуйте пожалуйста пробуйте пробуйте если это как там анекдоте ешьте гости дорогие если совсем совести нет то и завтра приходите накладывай миша вот ложка только в тарелочку потом в ротик я тут еще себе этот перчики эти какие они соленые маринованные также наша мама салатик салат накрошила накрошила сваяла правильно сказала мама вот супер мега салатище давай отодвину а ты поближе себе тарелку подведешь голос режиссера за кадром ну ваше мнение какого они пол а помнишь этот отель все включено свет горит вода льется круто что дать мы это снимаем на завтра мукбан да с генеральским салатом как генеральский салат тогда да такие море волны обалденные подбрасывала очень классно если мы с обычно на подбрасывала так если бы с обычной высоты бы упал было бы больно опасные волны не умеют плавать очень аккуратно надо быть такие дни когда мы пришли на нашем пляже не было никого не в море не на берегу мужчины женщины были они куда-то уходили и в стороне две тетеньки они непонятно то ли пытались зайти в море то ли выйти там вдалеке но понравилось какая волна была устрашающая конечно но в меру не 9 вал я думал ты хотел продолжить конкурс нескладных пословий с каким сейчас это самое и ветра в копе да там что-то нашел детям это смешные какие-то переделаны пословицы им так понравилось но просто поиск миша давай вопрос был такой олегу мы рисовали нравится ли тебе тебе ходить на тренировки по тэквондо это слабый вид спорта а потом когда у нас довольно сильные мальчики начали бить грушу я взял свои слова обратно там на грушу был такой шлем они били этот шлем улетал куда-то поэтому подождем увидим понятно поживем увидим здесь вопрос поступил от амортизатор 11 любимый суп ваших дорогих соседей мы не можем не до 8 а вы еще вопросик а вы любим ли мы суп и борщи готовим ли любим ясно большин тоже но чаще всего мы готовим куриный суп его даже дети умеют готовить как-то у нас мама воля зуб лечила его последствия в стационаре дети сами вместе со мной замутили куриный суп а еще нам очень понравился куриный суп грузинский до сих пор вспоминаем и турецкий тоже вкусный так что здесь вот дальше продолжается ни разу не видела свеклы в обзорах с рынка в турции свекла есть здесь покупали очень вкусно буквально до вчерашнего дня у нас от нас выкладывала в холодильнике можно сказать нереально становиться вкусный плов миша фанат плова была бы его воля он бы каждый ел бы да через день день пельмени день плов день котлеты это прям как расписание в этом школьной столовой там дают котлеты школьной столовой только на обед на обед не ужинать же там есть идею или как это не ешь и рису там надо поля полагала иногда дают манную кашу с июмом так он тебе нравится я косточки дам где альму в манке а окей а олегу что нравится в столовой еще на завтрак в пятницу и в пятницу дают сосиску с макаронами олегу что нравится в столовке школьный грин нравилось ну скажу честно что больше всего нравилось так это картофельное пюре и рыбная котлета я тоже такое люблю а вам одинаково дают еду старшеклассникам и младшеклассник как вы думаете не знаю олег как думать я думаю что да зрители задавали вопрос почему олег когда отвечает на вопрос всегда говорит честно говоря олег сможешь честно ответить мы тут рисом насыпали хочешь косточку грыть или вот такой кусок мяса возьмешь это привычка привычка да школе за это бал не снижают не повышают учителя мы с тобой такие шутеры салат сколько смотри умели ну а лет один и мы двоем а мама не кушала мама ты молодец очень вкусно приготовила мама уже управилась уже она вышла из стола а я собачки а можно перчик можно но очень острый не знаю я подготовлю сейчас закуплюсь полом я купил салат купил салат ага а теперь покупай перчик вопросы все кончились вопросов больше нету давайте так что-нибудь обсудим а для нас детей много вопросов очень много вопросов да хотел бы мне что заниматься робототехникой и шахматами вот и перец здесь даешь или не отдаешь это техника и шахматами заниматься ну там мало ли какие-то идеи в какой-то школе был предмет лего у нас был вот угу ну и хотел бы там такие ходить занятия или ты ходил я один раз ходил мы там просто в лего играемся и что у меня там есть ну в другой кабинет идем понятно классно а еще каким бы ты хотел видом спорта заниматься михаил и олег тоже ммм честно говоря комным спортом хотел бы заниматься угу так а 2 с 5 доедаешь с этим с этой штучкой даже так не даю графон а это самое какой-нибудь хоккей бы хотел бы ммм маленький да вудаленький ну да мне мне интересно было бы заняться хотим потому что я люблю там сильно ударить по какому-то предмету чтобы он прям летел 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 а хотя как вы помните там ударил по шайбе и шайба летит с бешеной скоростью ну там это же шайба может и в лоб прилететь помнишь об этом да напомню ну даже твоя собственная об этом помню но тем не менее можно еще клюши по лбу получить сюда продолжаем эту тему если тебе нравится хоккей на что любишь кататься на коньках ну да это обязательное требование чтобы кататься на коньках я умею быстро кататься вот микрофон новости всегда падал поэтому надо как говорится тренироваться сейчас вот например со льдом есть проблемки например можно роликами воспользоваться чтобы свою квалификацию так сказать коньковую не потерять а мы здесь мы еще не видели он ехал на роликовых лыжах угу угу эти коротенькие остановиться невозможно прям очень вкусно да пав угу кушь кушем они очень похожи на роликовые коньки и немножко по-другому сделан с палочками и он покой быстро достаточно по дороге здесь катался а мы с детьми шли тренировки да наверно да точно точно что это такое вкусно кожа у меня входит почему ты кожу кушаешь ну мне нравится она сильная ну смешно я оставлю себе кусочек так что ты хоть бы молодец много уж молотил да угу уху 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 или что бы ты хотел помимо и олег тоже что бы ты хотел заниматься помимо этого например там не знаю рисовать картины да да научиться играть на своей гитаре рисовать картины а я бы скорее всего хотел бы научиться играть на гитаре может какие-то другие музыкальные инструменты эти еще музыкальные инструменты интересно было попробовать скрипка слушай тетя тетя Ирина училась в музыкальной школе по классу скрипки еще было бы наверное интересно еще вот эти как это как будто струны из пианино вытащили вертикально не из гитары нет гитары нет еще бывает виолончель бывает контрабас такие большие огромные а-ля гитары такие же тоже корпусные смычковые инструменты потом а вот на барабанах хотел бы кто-нибудь из вас не соседи по голове Мы бы ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, соседи пришли бы, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Угу. Ну, пока мне детары достаточно. Понятно. Так, а вот еще, смотрите, недавно... Кстати, почему-то не спрашивал про это. Сейчас снимают в России фильм, часть фагментов будет снята на мкс народа космической станции из-за этого туда отправили артистку одну российскую я не очень хорошо и кинорежиссера это было буквально вчера или позавчера их отправили в космос космическом корабле и они уже сейчас находится какой-то сколько-то дней будут на космической станции потом обратно на орбите земли будут находиться поснимают видимо там на смартфон и обратно потому что никто не говорю что они отправили вместе с ними еще и кинокамеры в космос хотел бы ты быть космонавтом когда в 1931 году юрий гагарин улетел в космос все дети земли хотели быть космонавтами чтобы стать космонавтом надо для это иметь просто идеальнейшее здоровье также ты для того чтобы стать космонавтом тебе надо не бояться вот эти вот перегрузок поскольку во время взлета они ну очень больших единиц достигают на даже летчик и водитель тоже спортивных автомобилей тоже большие перегрузки получают при гонках так но какие еще вопросы можно пообсуждать так так что еще мы включили заново спасибо подсказку да вот хотелось интересный вопрос папе задать а тем бы тебе папа чем бы тебе папа хотят бы заняться таким вот интересным интересным ну да не знаю я вот ни разу не пробовал нырять с аквалангом например я бы попробовал разок а там прежде чем нырять с аквалангом там сперва обучают заканчивается воздух в том числе этом обучают что делать куда бежать у меня мой начальник в одной из компаний непосредственно руководитель он рассказывал что они были женой типа в египте где-то вот на красном море кажется и предложили так сказать опуститься под воду с аквалангом ну для туристов это развлечение плавали там его обучили он опустился вернулся обратно играть все заболел заболел горит этой как сказать этим видом спорта и после этого пошел уже получил профессиональной какой-то там разряд или что это там не просто так все это там делается все этом обучился по максимуму сколько это возможно и теперь это было правда еще до пандемии у них были постоянные так сказать мероприятия того клуба в каком он состоит клуб вот этих подводных погружений я например зима там выехать никуда не получается но если какой-то бассейн специализировано в котором специально затопленные объекты большой бассейн специально оформленные специально там все организовано я стоят там находятся подводные объекты и ты плывешь можно в них заплывать под них над ними о чем-то всячески там плавать а также потом он не рассказывал быть мы ездили если ошибаюсь в рязанской области есть водохранилище и специально для таких вот людей интересующихся на дно опустили несколько видов техники это там был вертолет была машина грузовая кажется что-то еще было естественно все смазки все что может навредить окружающей среде все было убрано то есть двигателя вытащены оставлены только корпуса одни все это было вытащено обработано и опущен на дне и специальным образом организованы туда опускание под подъем чем сидела вся история и у них это было так сказать такое мероприятие они собирались своим клубом и туда выезжали несколько там ночевок у них первок там к тому опускались так вертолету потом к машинам потом к тому к сему очень там новая история с географии вот например так глубоко я не знаю ушел бы я в этот или нет но один разочек бы я бы на погружение бы сходил посмотрел потом в принципе интересно мы не были ни разу в пустыне да вот как вот бывает в египте потом катаются на на багги по дюнам хотел бы вам на багги по дюнам покататься как-то олег миша автомобиля специализированных для передвижения по песку но да я зима и проходит же вот этот ралли рейд дакар да и ну особенно мне нравится тот момент когда машины пересекали через дюн и я вот сам себе говорил как же все-таки тоже хочется и ощутить каково это скакать по дюнам ну да это эти спортсмены достаточно большой скорости несутся они прям летят падают машины специальным образом у них там оснащены всеми этими разными средствами защиты и прям сложно если это дело надо сложно а еще например хотели бы например покататься на на картинге что кафе знаете мой это картинг называют колыбелью автоспорта они там единственное не совсем мишен возраст не всегда туда пускают детей а вот олегин возраст выпускают я знаю что даже и мишен возраст там зависит от объема двигателя этого картинга если объем двигателя побольше то уже маленьких детей миша и младше туда не пускают а если если на один год старше семья там нет там не один год то надо лет на 5 на на 6 старше быть возраста олег да олегу разрешено будет кататься таких картингов то есть мотоспорт вернее мото автоспорт можно было бы на мостике прокатнуться неустойчиво держится мотоцикл на велосипед неустойчиво только этот еще и на большой скорости едет интересно было бы проект а папе хотелось бы а есть такой вот гонок кузовный ход на одной из таких машин и хотелось бы тебе прокатиться ну думаю да единственно что интересно принципе на любой машине покатиться по автомобильному треку там где вот эти гонки где все организовано все там стоят защита специализированная для того чтобы это было безопасно то есть принципе можно на любой трассе прокатнуться посмотреть так сказать почувствовать как это там через себя водители если не водителем формула 1 то какого-то просто гоночного так сказать болида так народ чем мы покушали уже тарелки показываем зрителям уже пора мне пойти по делам уже поэтому давайте скажем всем спасибо за просмотр сегодняшний ставьте лайки подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать наши новые видео да и вопросы новые пишите нам интересно отвечать на вашего да детям и взрослым пообщаемся пишите что вам интересно что вас волнует о чем вам как сказать хотелось бы узнать так что спасибо вам большое за внимание всем пока 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 всем пока пока